Слава Богу! 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 Ну они верят, что потом будет воскресенье, только 144 тысячи. Ну адвентисты же, что вы, не знаете, что ли? Никто не знает, я не знаю, что знает совсем, что в неверующее воскресенье, что нет души. Но у субботников они отвергают, что нет души, умирает человек. Но все равно потом верят загробную жизнь, что будет загробная жизнь. А если нет воскресенья, как может быть загробная жизнь? У них там свое учение, мы уже берем, они не верят в единого да Бога. А здесь они все-таки верили, что есть Бог, они верили в это. Что в творца неба и земли они верили. Это была одна из всех людей и иудаи. Ну считай дальше, может потом узнаем, где их тогда разберем. 34 по 40 стихи. А фарисей услышал, что он привел с Абдукеев в молчание, собрались вместе. И один из законников, и один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сияясь, первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Толкование. «Любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Ему». Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая подобная ей состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям. Так как две причины ведут к погибели – злые учения и растленная жизнь. То, чтоб нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всей душою. А чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего. «Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющий заповеди любит Бога». Так что обе эти заповеди взаимно связываются. Одна другая поддерживается и обнимает собой все прочие заповеди. «Кто, любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать или убивать, с 41 по 46 стихи. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его толкования. По елику они почитали Христа простым человеком, то он опровергает их мнение и из пророчества Давидова раскрывает ту истину, что он есть вместе и Господь, и таким образом проповедует свое божество. «Парисеи сказали, что Христос есть сын Давидов, то есть простой человек, а не Бог. Как же говорит он, Давид называет его Господом и называет так не сам по себе, а Духом, то есть получив откровение по благодати Святого Духа. Говоря это, Господь не отвергает, что он есть сын Давидов, но то только показывает, что он не простой человек, происшедший от одного семьи Давидова, но вместе и Бог по человеколюбию соделавшийся человеком». «Все толкование». Глава закончилась. Глава закончилась. Короче, продолжайте. Вопросы есть много о прочете? Если есть вопросы, давайте, разберем. Нет, дальше читаем. Все понятно. Читай дальше. 23-е, с 1 по 3 стихи. Вместе с этим Господь показывает, что Он не только не противится закону, но даже желает исполнения закона. Хотя бы учители закона были люди недостойные. Что говорят учители? Говорит Он. Считайте словами Моисеевыми, даже Божиими. 24-й. Учитель никогда не осмелится учить кого-либо злому. А потом, если и станет учить дурной жизни, то станет учить не от седалища Моисеева и не от закона. А Господь говорит о сидящих на Моисеевом седалище, то есть обучающих законному. Итак, нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону. Хотя бы он сам и не исполнял этого. Комментарии. Чтобы не было преткновения. У нас сейчас вы есть. Зашли в храм. О, да там увидели, там батюшка такой толстый, да ой, какой они красивые. Все. Я поэтому в храм не стал ходить. Или увидел там другое что-то. Увидели, да, я увидел там батюшка пьяный. Поэтому я и Бога не хочу верить. Но он же не говорил самого батюшка, что надо пить. Пейте все, как я пью. Он говорит, пьяный царство Божий не наследует. Но сам не устоял. Потом слушайте, что они говорят, но по делам не поступайте. А то есть такой еще анекдот ходит. Спрашивает батюшка, ну как нам спастись? Он отвечает, смотрите, как мы делаем. И делайте все наоборот и спасетесь. Вот такой. Вот и тогда так же было. Были такие законоучители, что жизнь недостойна людей. Но закон-то они, которые преподавали Божий закон, они говорят не от себя. Ты слушай, как закон Божий, а Иисус его. А на дела не смотри. Хотя часто это соблазн, большой соблазн делает. Горе тому, кто через кого соблазн приходит. Лучше бы не родиться тому человеку. Ну давай комментарии. Эти слова Феофилакта совершенно неприемлемы ныне в православной церкви. Едва православная церковь стала господствующей в римском государстве, как сразу же постарались сковать узы для Слова Божия. Второе Тимофея 2.9. Стали учить, что проповедовать Евангелие в храме могут только епископы. Хрященникам же это не дозволяется. Это были даже не узы, а пещерный каземат для живого Слова Божия. Позже несколько ослабили эти цепи. Разрешили и священникам говорить Слово Божие. Но не более того. Весь путь официальной церкви можно выразить короткой фразой. Приучить всех тому, что никто из мирян не может в церкви проповедовать. Святитель же говорит, что нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону. Любители забивать кляп в рот проповедникам всегда стараются показать несоответствие жизни проповедующего с тем, что он говорит. Забывая пословицу, что уча другого, я учусь сам. Апостол Павел встречался с подобной ситуацией. И вот как он на нее отреагировал. Филиппийцам 1, 16-18. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Священники должны полюбить эту фразу толкователя Евангелия и приучить своих прихожан слушать Слово Божие от любого, кто бы он ни был, если он говорит правильно, не вопреки толкованию святых отцов. Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило. Нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному Закону. Все комментарии. Не только в православной церкви. Сегодня везде, даже такие, что бабкисты говорят, вот у них все. Нет, у них не все могут. Не каждый может там проповедовать. Избираются проповедники, которые проповедуют. А не так, что сегодня один, завтра второй, там кто-то из зала, скажет, я хочу проповедовать. Нет, это не разрешается. Только тоже у них благословленные, кто на проповеду, и те проповедуют. Готовятся там, допустим, за богослужение, говорят, там 4-5 проповедей может быть сказано. Сколько они уже заранее, по очереди, кто-то, говорят, готовятся. А не так, что каждый мог там, кто мирянин, просто говорить. Этого нет, у них этого нет. У нас сегодня это правило никто не отменял, может говорить проповедь. Я был в некоторых храмах, видел, что говорит там епископское служение, два епископа служили, священники, вышел проповедь, говорит, молодой парнишка, видать, семинарист, может быть, проповедь говорил, а епископы два сидят, слушают. Здесь вещь священников было человеком 15 на богослове праздник. Он читал ее и сам говорил? Нет, говорил, сам готовился, говорил. А как его логически, что он слышал? Ну, нормально, он недолго, так минут, может быть, 7 говорил. Он объяснял или как, что он сказал? Он говорил проповедь. Он Евангелие объяснял ее? Да, Евангелие, что на Евангелие слышал. Это есть сегодня где это, а где, ну, нет, и нет там, где прошло, службу, никто ни одной проповеди нет. Были такие места, где большинство так, что закончилось службой, и никто слова даже не скажет проповедь, нет. И священники, и епископ, никто не слышал. А вот здесь такие где есть. Потом уже епископ говорил, епископ на Евангелие говорил, а он говорил на запричастном. Вот этот, молодой, это там семинария, по-видимому, они там уже заранее готовят, чтобы кто, когда обязательно за службой кто-то из семинаристов говорил. Потому что есть такой предмет, гамилетика называется, семинария, где именно говорят, должен учить говорить, как проповедь, составлять проповедь и как говорить. Вот их, видать, там тренируют они, говорят. Ну, а чтобы какой-то просто мирянин говорил правильно, ну, не знаю, такого нет, конечно. Благословленный, как у нас есть чтец, которого епископ благословил на этом, вот он может говорить проповедь, готовьтесь, говорите проповедь. У нас даже и прочитайте в другой раз, а то прочитай тексту, а никто нет, никто не приготовил, даже прочитай. Поучение какое-то, готовьтесь, говорить проповедь будете. А то не проповедует никто, а готовьтесь, проповедуйте, говорите. У нас сколько? У нас сколько здесь чтецов? Один, два, три, четыре. Четыре часа потеряет. На каждую службу, когда в коже, в готовке. Один, на одну службу двое. Это англой службы двое. И в городе у нас там, кто-то, Дыгунов, Третьюков, Виктор Андреевич, еще кто? Севастьян. Тоже четыре. Четыре, четыре. Гвардия. А? Гвардия. А, Игнатий Тихонов, да, пятеро. Игнатий Тихонов, да, пятеро, Игнатий, пятеро. Ну, это общий, это будет. Ну, и сколько, сколько вам? Которые имеют право. С нами говорить, пробовать поучение, читать поучение или говорить, пробовать, пожалуйста. А Игнатий говорит, как-то ругал нас, и говорит, что даже сестры могут выходить и читать. Не запрещается, если как никто не приготовил. Ну, читайте. Можно, когда вы, все читаете. Да, читайте, читайте, это же предоставим говорить. Ну, а если запретить, тогда и на первую очередь не надо петь. Это все равно пение, это та же проповедь. Да, не надо. Но здесь, видишь, это совсем другое. Говорит, одно ты правит, а это готовит уже проповедь, говорит. Это совсем другое. Ну, читайте-то одно, а говорите-то одно или другое? Да нет, конечно, конечно. Правила должны быть эти. А так, если допусти, то когда будет, ты знаешь, что будет. Кажется, говорит, а я хочу говорить, я хочу говорить, а я хочу говорить. Все начнем. А когда апостол говорит, когда разговаривали языками-то, Бог давал дар языка, то апостол Павел говорит об этом, что если ты имеешь слово сказать, говори, но один, не так, что начали несколько сразу на перебой. Должен быть истолкователем. Он говорил, а сам не понимал, о чем говорил. Кто-то должен истолковать, о чем говорил. То есть переводчик, да? Ну да, как бы сказать, переводчик должен быть. Потом, когда были на таком собрании, они начали, сразу человек 10, и каждый что-то и поймет, что там, друг друга перебивает, и каждый свое говорит. Он еще не понимает. Четвертый и пятый стихи Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят хрестом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилить одежь своих. В толковании. Парисеи возлагали на людей тяжкие бремена, принуждая их исполнять мелкие и трудноисполнимые заповеди закона. Многие заповеди закона, они делали тяжелыми через то, что прибавляли к законному некоторое предание. Сами между тем, не касаясь их и пальцем, то есть ничего не делая и не приближаясь к таким бременам. Ибо когда учащий не только учит, но и делает, то он вместе с учащимся несет бремя и вместе с ним трудится. Но когда он возлагает на меня тяжкое бремя, а сам ничего не делает, то он еще более обременяет меня, показывая своим бездействием невозможность исполнить то, чему учит. Итак, Господь обличает фарисеев за то, что они не хотят вместе с народом нести бремени заповеди и исполнять их. Но не делая ничего доброго, фарисеи показывали вид людей делающих. Да, если бы даже делали что-нибудь, но только для того, чтобы казаться исполнителями закона, то у них отнимется награда. И навяжи их в знак на руку твою, и дадут они повязкой над глазами твоими. Второзаконие 6.8. Поэтому изображались на двух хартиях 10 заповедей. И одна из хартий полагалась на челе, другая на правой руке. Воскрылия делались на краях одежды из темно-красных или багряных нитей, вроде бахромы. Все сие делали потому, что об этом написано было в законе, дабы, видя хранилище Воскрылия, не забывать заповеди Божьих. Бог повелел делать их не для украшения, но хранилище на руке означало то, что нужно исполнять заповеди. А багряный цвет Воскрылий указывал, что нам нужно запечатлевать себя кровью Христовой. Фарисеи же делали большие хранилища и Воскрылия для того, чтобы другие видели, что они блюстители закона и все делают по предписанию его. Вот есть сегодня у нас некоторые пещенники такие рясы шьют, что вот рукава, как рукав, это отсюда туда полу достает, ширина рукава. Почти до полу достает такие. Больше метра. Разве зачем? Ну, никто не объяснит, зачем. Так. Это что-то по греческому чину такие вот, такая ряса. А кто со сектантами, вот видишь, вот это про этих священников говорится, расширяет там эти одежды, что они делают, да и прочее. Очень неместно. Ну, в общем, это в православной церкви это все взято в богослужение, что священническая одежда это взято из Ветхого Завета. Больше всего. По-новому-то Завету нет этого нигде. Это все взято из Ветхого Завета. Ризы и там все. Но оно приблизительно к тому. После там многое изменялось. А, допустим, наши ризы и греческие совсем разные. У них без спинки. У нас видишь, как со спинкой там стоит. У них совсем по-другому. У них и архитектура храмов другая. Хотя мы взяли от греков. У нас за эти века уже как-то многое изменилось. И убранство в храме у нас совсем другое. Зайдет сразу можно узнать греческие а также русские храмы. Вот на Афоне сколько там греческих храмов. А русский монастырь в Пантильимах выделяется из всех монастырей. Самый красивый. С золотыми куполами там это стоит. Храмы православные, это русская церковь очень красивая. Это он изо всех. Еще до Афона только подплываешь, уже видать там, где он выделяется. А у них как-то так, череписцы там небольшое, даже куполов-то нет у них. А там крест стоит, четвероконечный крестик наверху. Если близко не подойдешь, то и не заметишь. А у нас за десятки километров уже видать, как золотая эта куполоса взблести. 6-7 стихи. Так же любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель. Учитель. Толкование. Увы, понятны для нас слова Господни. Убоимся же. Господь обличает фарисеев за то только, что они любят. Но если только любящий предвозлежание осуждается, то чего достоин тот, кто все делает для этого? И председание в синагогах, там, где особенно нужно было учить других смиренно мудрю, фарисеи сами являлись людьми испорченными, потому что все делали для славы. И поступая так, не стыдились, но еще хотели того, чтоб им говорили учитель, учитель. Приятно, когда хвалят и говорят. Минилифтонер, там, притча православная, как этот монах там проповедовал-то, женщина его стала, как хвалит, а он стоит у него прямо, нимб над головой там. Ай, все. А югубен-то заметил в окно, что он как-то там, он прям так видно, что он там уж разрывается, что она его хвалит. Да как ты говорил, да это прямо, да как же такие у тебя слова-то как выходят. Книжки вам писать надо. А, да. У нас талант. Женщин такой подобрали, что она прямо так, все, а он прямо. Приятно, когда хвалят. Начни ругать, меня не любят, ругают. А другие святые только и искали, чтобы ругать, как Симеон Верхотурский, в житии. Он шил, был портной. Но он сошьет, там хорошо шил, а его там все хвалят. А он, чтобы ругали, он шьет, допустим, закажет дорогой там шубу. Он шьет, шьет, один рукав возьмет, на выворот его пришьет. Ну, его, конечно, там что, испортил это, его побьют за это даже. И все. И вот так, чтобы на себя поношение, а наоборот искали. Чтобы не хвалили, а чтобы поносили, ругали. Некоторые такой подвиг брали. Сейчас противоположные, словам Христа, горе для вас за проступки будет быть. Можно не заставить, послание на пусты. Ну да. Но если за правду, то блажение. Ну, а он что, чтобы все равно, хоть из-за неправды, но так все хвалят все, а надо, чтобы было поношение какое-то. А как его будет поношиться? Ну, юродивые были. Да посмотрите, что делали тогда мы. Приходит он там и видели этот остров, что он делал-то там. Анатолий-то вытворял. Взял у игумена там сапоги сжег. Он пришел к нему там, он ее взял в стопку, бросил в кочегарку сапоги. Вот ты знаешь, какие сапоги у меня. Одьяло там у него сжег это все. Кто возьмет там что-то выможет, сажа еще. В Барнауле был такой один, приходит тут равнослужбу на стоять. А он взял эти двери, ручку, гефрам, заходи, все этим калом, вымазал. Выходит, братья воняются. Давай там пока отмывать. Все равно, что вы знали, конечно, что это. А ему что? У нас у православных, особенно у русских, много такого, что непонятного. Ты говоришь, вот это не по Евангелии, не по Слову Божию. Это, ну что, один батюшку мы встречались, начали говорить, там, о чудесах. Было что у тебя чудо, там, Зоя, стояние, Зои. икону в руках держал, на окаменелых. Ну и фильм еще снятый. Да, фильм там это снятый. Отец Иоанн рассказал, батюшка, вот у него, который взял, говорит, из рук Феодосий, там, батюшка, Феодосий, икону там взял, он как, живой или нет? А этот батюшка, говорит, то пристаньте, нет, говорит, больше дураков, чем православные, говорит, дураки. Но вы думаете, такое, говорит, что никуда не лезет. В то время, говорит, когда это было, Феодосий, говорит, служил за тысячи километров оттуда, говорит, там сроду и не был. А его там, я, говорит, его знаю, я с ним, говорит, 20 лет вместе служил, с этим батюшком. Может, другой Феодосий. Ну, говорит, какой-то парнишка, все, то есть, написанная книга, я нашел, про владыку Максима, его жизнеописание, который нас рукополагал. Ну, и описывает события, как были в Тобольске. Он приезжал, когда в Тобольске, вот, это было 84-й год уже, как-то мощи обретели Иоанна Тобольского, с этими мощами делали крестный ход по городу Тобольску. Я говорю, ерунда какая-то это все. Что, я-то еще свидетель этих событий. Никакой, когда в то время крестный ход по городу делать, когда вокруг храма то не разрешали делать, ну, а это по городу делали бы там крестный ход. Неправда это. И мощи там обрели, мощи они где-то в кладовке были, и это неправда. Мощи стояли там уже с войны в храме мощи стояли. Только когда я был на стоятии, они их приложили в другую ракула. То есть, сделали новую и туда перекладывали, в примере перекладывали. Это был 81-й год. А они все, ну, все неправда. Поэтому и житие, если ты прошло там тысячи лет, да там уже такое уж считай только, так, со смирением. Совсем может такое, что уже прошло, то здесь еще 20 лет, и то уже не то, что нужно, но написано, это неверно совсем. А можно пример еще привести, почему, как вред не знать Евангелие людям, учения Христова. В конце прошлого месяца скандал большой произошел в Томской области, в деревне. Уже слышал кто? Как священник развратил девочку, двух девочек, две сестры. Одну 15 лет, другой 13, 12 лет это случилось все с ним. Они с нему приходили, он себя оставлял прям на ночь их там в храме. Ему тогда было 28 лет, сейчас ему уже 33 под следствием. И в конце концов вступил в половую связь, и это раскрылось очень поздно. И когда спрашивали, ну почему так, это сразу как бы не произошло. Она говорит, ну как это, мы думали, вот это же батюшка. То есть прикоснуя батюшке это оказалось такой авторитет, то есть несокрушимый, что даже Слово Божий пути у него не действует. А если бы она научила детей, пишет комментарий внизу, она бы сказала, что это грех даже со священником такое делать. Они этого не понимали, не было научения никакого. И к чему это все? Не было страха. Понимаешь что, Никита? Здесь в том, что не было родителей или кто не вложили в детей своих страх Божий. Вот и все. Вы же не знали Библию, Мать, мы не знали, у нас не было Библии, вообще мы не знали, что Евангелие, мы не слышали, даже их слов не слышали. Но это все Мать в нас вложила. Я рассказывал, что провожает меня мать в 16 лет, первый раз я в город еду. Она провожает меня в свободную уже жизнь. Иди, сынок, определяйся. До разъезда проводила, билет купила, 3 рубля дала на дорогу еще. Наказала, что смотри, вот это не делай, Бог за это накажет. Все. Могло, но я знал это, что нельзя, эта мать строго наказала, за это Бог накажет. То есть боялись наказания просто Божие за это. И этого не делали. А это значит, этого не было вложено ничего. А так ходили и ходили. И все, страха не было. Ни у родителей, ни у детей не было страха. А тем более у батюшки еще. И батюшка в такой семье воспитывал, который не знал страха Божия. А пошел служить. Ну так, случилось все, пошел, пошел и все. А там же это что, научиться это это просто там. За неделю научишься, как поворачиваться, где-ка делом, куда махнуть это. За неделю можно научиться. Технической со стороны. А духовной он не знал. А если бы знал, у него был страх, он бы никогда к этому даже бы и у него в мульсах бы этого даже не было. Ну, в одной из девочек был страх Божий. Он к ней не приставал, даже ложился на нее, обнаженные они были. Но она отвела это все. Она отвела это все от него. А от тех все не получилось. Только потом уже со временем она поняла, что произошло. И там, пошло заявление, значит, все это раскрутилось. Это не значит, что человек правда это или неправда. Потому что много на этом, как говорится, такое-то берут, пытались, там, митрополита, одного там еще, там, и архиепископа, на этом все, на разложение. А потом, когда открывается, а ничего нет. А чтобы сделать, там, подкупали там детей, что-то, а потом дело-то разваливалось. У этого не было ничего. Поэтому не всему это можно и верить-то сегодня, что там интернет, это такое, такая яма там, в России. Кто что сказал, неизвестно. Кто что сказал, неизвестно. Лица нет того, кто сказал. Он не подписывается. Ну, а выпустил, это выпустил. А кому это интересно, уже подхватили. О, вот что делается. Видал, что в церкви. Зачем же в церкви ходить, там, посмотри, какие батюшки, что делается. Нельзя ходить в церковь. Больше-то вреда от этого. он запустил какой-нибудь враг церквонный даже. Но вполне могло быть и такое. Когда этот новый папа римский, сейчас французский, заступил, говорит, на престол, когда, вот, выбрали его, что за совсем малое время 600 священнослужителей запретил, отстранил от служения. за грех, вот, то, то, что я с этим, разврат, за разврат. 600. Это было напечатано в средствах информации. Есть такое, ну да, есть, наверное, такое. Но, не должно быть, мы читаем, в Ветхом Завете, что было? Помните, у первого священника Ильи было два сына? Священники были. Что они делали? Приносили жертву, они самые жирные куски отбирали себе, хотя должны они были жертву приносить. А жертву приносили то, что похуже, а жирные куски себе брали. Да, мало того, приходили женщины с женщинами, прямо в храме спали. Ему говорили, что дети твои так. Он только уезжал, дети, ну нехорошо вы делаете. Это ездит из беседы, он говорит, он должен был бы их в туалет, во время уже отстранить, наказать там и запретить это зло. Но он был очень такой кроткий и только увещевал, что говорил, что нельзя это делать. Но Господь до времени терпел, жертва принималась от них, жертва не отвергалась, хотя бы и закон, а жертву Бог принимал от них, потому что были незаконные священники. Но до какого времени дошло дальше, идет что там, война с ферестемлянами, они как священники идут, ковчег несут, как сегодня у нас там что-то творную икону, там что-то, хоругим, что, конечно, ферестемляне побеждают, ковчег забирают в плен, священников этих обоих убивают. А он старец был, уже сидел на кресле, ему донесли, священников убили, он как ох, и опрокидывается назад, и ломает себе хребет, умирает. Одна из снов была на сносях, от этого, она прежневременно разродилась. Вот и все, произошел суд Божий. До времени Бог терпит все беззаконие. Сегодня может, могло быть такое, Господь терпел, но дальше мы не знаем еще, что будет с ним, с этим, который так поступил беззаконно. На это смотреть не нужно, а нужно смотреть то, что говорит Слово Божие. Потому что, когда пристанем мы на суд, вот это нужно помнить, что мы не будем там представлять, а вот тот делал так, хуже еще, чем я делал, а тот-то так, ничего ты там этого не скажешь. Ничего. А все мы будем там судимы, говорит апостол Павел. Сообразно делал, кто делал, какие же актери добрые или худые. Поэтому будем все судимы. И одна книга будет нас судить, это Евангелие. Никакие больше ни книги, никакие рассказы, басни не будут нас судить. А вот там говорили, что можно так делать, там и все. Этого ничего не будет. Это сегодня люди, когда живут, придумывают там, а вот говорят там так, там что-то вот так вот будет, там ничего этого не будет. Будет так, как написано в Евангелии. Потому что по этой книге будем судимы. Больше ничего не будет. Поэтому на это нужно смотреть. Не смотреть там, какой-то батюшка что-то сделал там это. А что говорит Христос? С 8 по 12 стихи. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится толкование. Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно желать этого названия. Всеми способами стараться о приобретении его, ибо учительское достоинство в собственном смысле принадлежит одному Богу. И словами отцом не называйте, не возбраняет почтение к родителям, ибо желает, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовных отцов, но возводит нас этими словами к познанию истинного отца, то есть Бога. Так как отец в собственном смысле есть Бог, а плотские родители не суть виновники бытия, а только содействовали слуги Божии. Показывая пользу смирения, Господь говорит, что больше из вас должен быть слугою, и последним между вами, ибо кто будет сам себя возвышать, считая себя чем-нибудь, тот будет оставлен Богом и смириться. Все толкование. Показывая говорит, я родил вас, а раз родил, значит, что отец получает. Разница не развивайте, чтобы сами себя не желать страстно этого. Пять не у нас Казанская будет быть? А? Пять не Казанская будет быть? Казанская у нас сейчас время уже зима, да, четвертая будет, ну да, Казанская, да. У нас, значит, зима, мы как были в среду, в среду, вечером будет у нас молебен с Акафисом, так и будем проводить. Значит, вечером в среду он будет там у нас недолго, минут сорок, наверное, в среду в пяти будем в пять часов давайте завязать, чтобы здесь не может время было нам в субботу с четырех, а в среду в пять часов давайте сделаем. И вот в среду будет у нас молебен, и мы тогда Акафисом, в Казанске будет у нас в среду прокитаем. А в субботу не будет? Нет, в субботу не будет. В вечернем уже вечернем будет? Да, вечернем будет, как всегда зимой делали, молебен Акафисом будет. Сейчас в Казанске, а там другой Акафис будет. Какие вопросы есть? Ну расскажите, как вы съездили в поездку в свою? Съездил я, кратко-то. Съел я в Барнауле на паровоз. Поехал. Здоровье хорошо было, тихо, мирно, хорошо, спокойно, хорошие были спутники. Доехал, там я встретил отец Иван встретил. До Москвы? Да, Москвы. Это была пятница 30-го. Я ночевал у него утром, уехал опять в Москву, вернулся своим племянник Арсений. Вот он приехал из Америки, это Лиза. Ирина там была. Ну и я приехал там вечером на службу там сходили в один храм, где Арсений там регентует. Ночевал я утром, я уже обратно вернулся в Тулу. И мы в понедельник с ума выехали на шахты Ростовской области там 840 километров. Там ночевали у брата его. И утром брат еще подсел к нам и поехали мы на Крым. Это был уже дворник. Отец Петр с вами не ездил? Нет, нет. Он ездил. Он был брат на ракоруку ранен. Да, у него пальцы там. Ну, тяжело два пальца у него так, как-то, генарий. Вот. Приехали мы, это было сегодня в понедельник, во вторник мы вечером приехали уже в Феодосию, доехали через Перчинский прорез, на пароме там, перед Сыри, там сейчас очередей нету, где там очереди там по нескольки часов стоят, потому что не успевают. А сейчас свободно было, мы приехали быстро так. А мост строится, большая? Мост строится. Мост должен в 18-м году уже пустить в действие. А железнодорожник к 20-м году? Мы там тоже переплывали в 13-м году на Крым-то. Ну, на пароме. На пароме, да? Ну, вот. Вы-то переплывали еще в Украину была, наверное? Да-да. Еще на Украину переплывали в 13-м. Ну, а сейчас нет, там сейчас все, там все перестроено, сейчас новые паромы, те старые паромы подписали, сейчас новые паромы, четыре парома ходят. А то ходили два старые, два парома ходили, сейчас новые, четыре парома купили. Железнодорожник, по-моему, два парома ходит еще, которые железнодорожные вагоны возят. Заходят, заезжают, вагоны загоняют, там, в несколько рядов ставят эти вагоны. и он переплывает. Вот переплыли, там мы приехали в Кадосию, ночевали там из ехрама гостиницы, гостиница, а утром мы уже выехали, дальше поехали. По этому. Алубку, да, вот. Тепло было, ну, тепло так, ну, уже 20, может быть, с небольшим, так, не шибко, не жарко. Ничего себе. Все равно осень. Виноград уже везде собрали, поражали виноградники везде там. Вот ездим по горам, там через горы, когда проезжаешь, там такая, то вверх, то вниз, вот так вот. С серпантинами, да? С серпантинами, да. Значит, в советское время на машине ездили? На машине. Да. Вот. Везде, где только между горами какая-то площадка ровная, ну, на земле, там гектара, может быть, два гектара, везде засажено уже виноградниками, уже ряды винограда сидят. Где только свободная какая-то заплатка поезд земли, уже засажено виноградом везде виноградниками. Но это не старый виноградник, молодые, да? Ну, то всякие там, молодые, старые, все везде там засажено виноград, потому что это такое уже место, где именно виноград больше растет. Там солнца хватает для него, вот, они больше там видать эти такие сорта, уже выращивают винные сорта, больше, потому что это крымский, Крым славится вином. Вот мы покупаем, у нас больше виноград узбекский виноград. И узбекский виноград, он более как-то лучше, слаще, запашистый, а там он какой-то такой, как водянистый. Видать, сорта специально выведены такие. Покупали мы даже такой виноград, как кеш-миш, он не сравнится с этим, как мы узбекский покупаем. Там как-то он более такой, как водянистый, такой. не так сладкий. Ну, там вот мы ночевали, Феодосия, утром-то выехали уже на Оволокку, там ехали, по горам, тоже почти целый день мы ехали. Расстояние небольшое, а там пока это крутишь, крутишь, она как ни одной аварии нет, я вот это удивлялся, как ни от этого, вот так вот идет, поворот, вот так вот, поворот сюда, вот такой, он вылетает, эти сюда, это отсюда, и ни разу нигде не было. Там небольшой значительный знак, скорость и получше. Да нет, там никаких там ни в каких-то, ничего там нет. А что там ставить на каждые эти, нету никаких там ограничительных. Ну, это уже как-то так, эти водители, что ли, как-то, ну, запросто, ну, там нельзя скорость, там 40-50, наверное, не больше. Да, скорость небольшая, поэтому уже, когда там, если аварию сделать, там кого-то дождешься, там пока тебе приедет, кто-то туда, да никто туда не поедет, но кто-то поедет, вызови там, кого там вызывать, где там, никого там не вызови. Ну, ехали, мы один, такой случай, рассказывал, да, было. Поднялись мы уже наверх, это ровная площадка какое-то время, давайте, говорим, мы дочнем, посмотрим, вид хороший, там на горы, хороший, это, так, смотреть там. Смотрим, обгоняем велосипедист, идет велосипед, ведет впереди, велосипед ведет, сзади два мешка, у него такие, что-то нагружены, спереди, то есть, сверху эти, ну, резина от велосипеда, покрышки лежат, это все у него упаковано. Ну, остановились, мы подошли, ведет он велосипед, вручную ведет, у него на велосипеде больше ста килограмм веса, груз у нас, навешанного, уже, Алексей, звать, откуда идешь, иду, говоришь, в Подмосковье, а уже там в Крыму, уже, в горах, это он, когда он вышел, видать, весной еще, и все это идет, пешком идет. Я попробовал взять велосипед, но я провел несколько метров, его невозможно, он же тяжеленный, он все время нужно уже, принадлежит равновесие держать, то или туда, или сюда упадет уже. А чего ты зачем, ты куда идешь, я говорю, куда идешь-то, куда Бог приведет. А как ты пошел, зачем, я пошел в вечное странствование, 52 года человеку, значит, я говорю, так у тебя что, да семья все, у меня детей я определил, там сыновья все, а с женой у нас это, нет, она подала на развод, там, два или полтора года назад на развод подала, разводить, а потом я думал, давай назад это все, я говорю, нет, все, подала, так подала. Ну и все, он собрал, все оставил, дом оставил, там эта квартира еще была, все, взял с собой книги какие, там, печку железную какую-то, то есть ушел навсегда из дома ушел. Я потом говорю, надо же, как посмотреть бы на эту бабу, как мог бы вот так мужика довести, что даже сбросил, и ушел, вечное странство, пошел. Не надо на нее смотреть, туда. Ага? А что туда на нее смотреть? тут? Ага, это так и надо, что так это. Все, ну, интересно, ну, как это, я наслаждаюсь одиночеством, знаете, знаете, что такое одиночество, это, ну, великое счастье, это, в одиночестве, я иду, смотрю на облака, все, и у меня записано, у меня Библия вся записана, там, Жития Святых, там, это, песнопение церковное, я иду, вот у него, эти, уши, иду, я наслаждаюсь, я просто, счастливый, до того, можно только видеть его, а вот так, это в шортах, понимаете, икры такие, на ногах, натружен, это все же, он убирается, идет, загорелые такие, еще, так, ну, а как питаешься, то так, как Бог даст, так, вот, вчера мне здесь проезжали, одни, батон хлеба, дали, ну, я что покупаю, где это есть, маленько, наверное, есть там, что-то у него, ну, все, так, поговорили, мы, значит, а, благословите, ну, я давай, а потом, а вы настоящий священник? Я говорю, да, настоящий, это все, ну, ладно, благословите, а что ты так, да, всякие, бывает сейчас, а то благословишься, у меня настоящего, и все, не пойдет, дело, развалится, его секретарь, ладно, мне, это, первый, в моем, посещении, первый священник, который меня благословил, там настоящий, ну, ладно, а то он без благословения ехал, то так, ну, да, ну, а где ты останавливаться будешь? Думаю, что нигде, всегда буду странствовать, но я вот боюсь, говорит, одного, только, что если где-нибудь встретиться, такая вот, хорошая женщина, вот, если я не устаю, то тогда может быть где-то остановлюсь, так вот, а так нет, нет, то есть так, а так нет, я вечно странствую пойду уже, все, ну, поехали, отец, говорит, надо ему, дать еще, странник, он дал тысячу, я вернулся, тоже я ему дал еще, вот, ну, и все, мы уехали, мы сколько, четыре дня там были, значит, не четыре, мы больше были-то, этому была у нас еще среда была, это мы там были четверг, пять, субботу, воскресенье, неделю, пять дней мы там были, пять дней были мы там пока, назад возвращаемся, и его встречаем, он идет, а там еще в горах, еще горы не прошел, идет все, опять мы остановились, ему подходит, вперед отец сам с братом подходит, я пока вылез там из машины, а он уже на расстоянии видел, только деньги мне не предлагать, деньги я не возьму, не предлагайте мне деньги, не искушайте меня, ничего, ничего, опять там поговорили с ним, отец сам, он говорит, так ты бы, Алексей, ты хоть обед какой-нибудь, взял обед, он обед у меня восемь часов будет, фишер, у меня говорит по расписанию обед, ну и все, мы опять пошли, он пошел, мы где как-то ложимся ночью спать, где сейчас Алексей, как он ложится, где спать, он на ночь говорит, палатку разбросил, у меня там, колли у него такие металлические, взятые с собой там все это, железная печка есть у него, где там можно погреться, там все сварить, там это, все пешком на себе, все, все, ехать ему нельзя, это он на велосипеде, все это везет, у него стоите, 115 килограмм, ну, приезжай, 115 на велосипед, погрузи, как ты поедешь? у меня мотоцикл 117, такой как мотоцикл, заправленный баком, так это у него, только груз, понятно, только груз, и он его везет, так это, идет, ну, ну, а там мы были, где в основном, то мы там, мы остановились там в гостинице при храме, там при каждом храме почти гостиницы есть, где, потому что летом много этих туристов, паломников, и вот там храмы, видать, на этом тоже поддерживают, ну, конечно, зарабатывают они, летом там за ночь, там за сутки, смотря какие, где, ну, не меньше тысячи за сутки, там, с питанием, если с питанием, то 1100 с питанием, но это и не дорого, вот, трехразовое питание, и это, ну, без питания будем, потому что уже сезон закончился, там уже кто готовит, там и так, вот, с нас вот дешевле, там, за сутки, у нас 500 рублей, только, было, ездили мы там, где, в Ливадийский дворец, посмотрели, где-то, Сарский дворец, где, Сарь там отдыхал, вот, потом там, где это, была конференция, это, в 45-м году, Ялтинская, да, с этим, с Черчилль, Рузвельт, Писталин, договаривались, там, как Европу делить, делили они там, Европу и другие страны, как раз, там, там, значит, восковые фигуры, три, трое, они сидят, когда столом, все, взрослого века, прям, все, похожие, люди, с делами, там, там побыли, потом дальше ездили, там, Бочих Хазарайский, Бочих Сарай, где там, помните, у Пушкина есть, там, Бочих Хазарайский фонтан, там, там побыли, посмотрели, там, Воронцовский дворец, там, богатый, такой дворец, там, такие там, истины, и в дворце, какое убранство, это все это, вопрос, как сохранились, говорит, война же была, это все было под оккупацией немцем, что-то немцы там были, как сохранилось, говорит, это все, но, этот, эксорсовода, говорит, сохранилось, потому что, говорит, от Гиктера был, говорит, строгий приказ, чтобы там, где вот есть эти дворцы, чтобы не бомбить и артиллерийского обстрела чтобы не было чтобы все это сохранить все эти здания только были вот этот воронцовский дворец был заминирован советскими когда советские отступали то заминировали чтобы взорвать все это борцы эти все взорвали но по какой-то причине почему-то не взорвались и быстро наступали немцы что не успели взорвать и что-то там остались везде там так побыли где в храмах каких были немного таких знакомств никаких не было где было там возможно там подавал наши визитки в одном месте вы так и я знаю я смотрю регулярно говорит еще говорит когда вот такой-то ролики вода я не видел это уже без нас там выставляет какие ролики смотрю постоянно говорят там крыму встречался этого человека вот вы знаете лично конечно я знаю такие если смотрят ну а чё такого мощи такого же значения как сказать мирового масштаба это не было сейчас это море искупаться не удалось не так возвращались вечером поздно уже темно один раз рано возвратились пошли покупать а там такие волны были что там волна как ударит метр на четыре там подлетает это поэтому побоялись спускаться там сильно берег такой каменистый там такие волны подбрасывает а что-то на высоту подбрасывает камни как волнует как зацепит бросает поэтому только успели брызгами так умылись поймали и убыли купаться не искупались ну и все назад возвратились опять мы там ночевали в шахтах и в Тулу уже воскресенье в субботу я выехал из Тулы в пятницу я выехал в субботу воскресенье там было в Москве три квартиры там осветил в Москве у Даши квартира потому там у сестры этой снохи у племянника это жены там осветил и там еще одна закона попросила три квартиры разводят в Москве осветил ну и все в Москве хорошо куда не спустился 50 рублей в метро спустился 50 рублей в трамвай сел 50 рублей в автобус 50 в трамвейс тоже 50 везде 50 рублей и просто там никак у нас там нет кондукторов нет нигде везде турникеты заходишь через переднюю дверь только через переднюю дверь заходить заходишь приложил талончик там вот такая кружочек на этот приложил этот открывается зашел ошибся я взял уже используем билет приложил не открывается все я второй сунул а у меня перепутали все где-то я второй приложил опять не открывается а сзади то уже люди стоят уже подпирают надо быстрее заходить ну быстро еще как-то попался мне тот который это это надо уже эти уничтожать то я собирался в карман уже в кладу и в кладу мне наложил и потом этот хороший тоже туда же всунул один раз ошибся сел не в ту сторону он остановку проехал и говорит конечно остановка а мне на 10 остановок ехать ну что 50 рублей заплатил все пролетело пришлось выходить обратно то есть за день там если так ездить до 300 400 рублей это даже не только на дорогу по городу только проехать так что я везде говорю говорю у нас это все коммунальные услуги бесплатно все как так вот так я говорю на гособеспечение у нас все у нас там эта канализация бесплатно у нас мусора бесплатно все у нас бесплатно я говорю нет никаких нет ЧКХ самая дешевая сколько я говорю за электричество платят там и все даже вода бесплатно а там же все это платить надо погода везде была хорошая и вот ехали мы уже до Урала поезжать снега нет а уже до Урал переехали маленько снег-то стал а здесь еще дальше все больше 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 в Калунде уже смотрим ого там уже по перрону ходит прямо видно что уже следы проваливаются где-то ну а здесь уже приехали на Сворство Кирилл поехал повез нас скорчено до урыва и там где-то несколько переметов на дороге так он уже так задом с разгону как это чтобы проскочить то там сильно переметы такие вот на дороге на трассе у нас я не помню вот сколько мы 25 лет я здесь я не помню что в октябре такой был снег мы жили в Корчино я не помню Игорь а помнишь когда ты семечки вывозил тоже было снег очень много ты заказывал тогда второго билета тоже жараную так было ну не в октябре в октябре было еще листья зеленые были еще ходил но я помню в октябре у нас на престольный праздник выпал снег мы делали крестный ход и был снег но он надо бы это растаял опять стало тепло а нет было в октябре мы в Корчино жили но он выпал из села я помню что когда мы перед Новым годом в город ездили на машинах проезжали прямо здесь на машинах на марта месяца ездили один год мы все прямо говорили о чем учиться пошли до рождества сюда ездили на машинах что бы я приезжал снег был такого не было ни разу чтоб меня встречали у нас не ходили ну не было такого чтоб на снег ходили меня встречали а я уже думал что Андрей Вазик что-то я говорю он наверное там это или свиньи режет или что не хочет ехать что бы ну Вазик ну как ну Вазик не проехать в октябре вместе со мной это жарко вообще что-то такое ну вот так вот случилось так в Украине люди живут что я так не приговаривался говорю как вы лучше я сейчас особе никто не жалуется все говорят хорошо что так вот объединились особенно пенсионеры рады в Крыму идти да да в Крыму у них сразу в два раза пенсию повысили сейчас сколько ну 8 тысяч там тогда было 4 тысячи то есть им сравняли с этими с российскими вот так вот поэтому нет которым вы жаловались что там плохо там или что-то нет больше порядка и говорит стало порядком больше стало милиция более стала работать делать это лучше особенно где вот на переправах когда говорит была Украина тогда говорит когда летом то там говорит такое творилось там такие говорит мафии там эти взятки брали что без очереди кого пропустить там плоти больше тебя могут там вперед пропустить там чтобы не стоять а сейчас нет сейчас вначале берешь билеты покупаешь по паспортам билеты покупаешь там стоянка машин там может быть там сотни машин то есть сделаны такие эти все разграничные такие как маленькие бордюрщики то есть машины не могут по стоянке туда-сюда объездить заезжаешь одна за одной да да одна в одну становится все по очереди там уже выходишь когда подъезжаешь там опять проверяется багажник откроешь посмотрит что есть нет с собой какие там взрывчатые там огнеопасные средства стало больше порядка все люди этим довольны порядок больше стало а когда мы уехали на другой день там ездили с этот сын племянника ездили с женой прошел такой дождь и там грант такой был да ураган и там по новостям сообщил один плавучий кран затонул перерывался это время как раз его перевозили его перевозили по новостям по новостям и по новостям по новостям по новостям по новостям специалисты по новостям deste по новостям Субтитры сделал DimaTorzok